МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. По стопам ОБХСС, как едва не пустили с молотка сосновый бор. Тревожный октябрь. Как изменятся законы уже на следующей неделе? Вековая солодча. Как в рязанский санаторий стремятся попасть со всей страны? Цены на свинину в Центральной России пошли вниз. На это повлиял рост производства. Об этом в докладе региональная экономика, комментарии ГУ, сообщает Банк России. Рязанская область является точкой роста по производству свинины. По данным Рязаньстата, на конец июля у местных аграриев поголовье свиней за год выросло более чем на 40%, а объем производства на 29%. В результате цена на этот продукт в регионе за август снизилась почти на 2,5% и свинина продолжает дешеветь. Рязанской свинины на российском рынке станет больше. В этом году в Сараевском районе реализуется крупный инвестиционный проект по производству мяса. Объем капвложений здесь 1,3 млрд рублей. Рязанские следователи первого отдела, ну то есть, как их еще называют, выженики, направили в суд дело бывшего президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. Ему вменяют ряд коррупционных преступлений. Началась эта история два года назад. Тогда этот мужчина на фотографии занимал должность президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. О всех его подвигах на этом посту следователи узнали спустя год, восстановив цепочку событий. Касалось все санатория «Сосновый бор». Итак, по версии обвинения, чиновник заключил договор с одной организацией по поставке и беспрепятственной приемке оборудования котельной. Схему провернули через посредника. В награду теперь уже бывший президент получил почти 3,5 млн рублей. В 2020 году обвиняемый осуществил приготовление к растрате недвижимого имущества ООО «Санаторий «Сосновый бор» стоимостью около 500 млн рублей. В ходе приготовления к преступлению обвиняемый переискал средства его совершения – фирму, которая оформила на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. После этого, умело манипулируя членами совета фонда, убедил их принять ряд решений, в результате которых уменьшил размер уставного капитала ООО «Санаторий «Сосновый бор» с более чем 87 млн рублей до 10 тысяч рублей. Но на этом не остановился, говорят следователи. Всю свою долю в уставном капитале он продал подконтрольной фирме. Следом рассчитывал распродать имущественный комплекс ООО «Санаторий «Сосновый бор». Преступление пресекли местные следователи совместно с силами Управления экономической безопасности и УФСБ. Весной прошлого года обвиняемого заключили под стражу, но он так и не признался в своих преступлениях. Впрочем, доказательную базу следователи собрали исчерпывающую. Бывший президент Рязанского областного фонда социальной поддержки населения был полностью изоблечен в совершении инкриминируемых ему преступлений. В ходе следствия наложен арест на принадлежащее обвиняемому имуществу на общую сумму более 365 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемый вместе с адвокатом знакомится с материалами уголовного дела. За коммерческий подкуп мужчине грозит до 12 лет колонии. С растрату – 10. Сам же санаторий обещают открыть в конце нынешнего года с пометкой «При условии достаточного финансирования». Сейчас там ведут внутреннюю отделку за счет областного бюджета. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Защита от кибермошенников, электронные права, новая трактовка 151-й статьи Уголовного кодекса России. Все это часть главных изменений, которые ожидают нас в октябре. В чем-то они будут приятными, в чем-то не очень. Два главных изменения октября касаются соцвыплат, точнее их повышения. С 1 октября бюджетникам повысят оклады на 4%. Увеличат также выплаты военным, призывникам, контрактникам, сотрудникам силовых ведомств. Прибавят и долгожителям-пенсионерам. Правда, только тем, кто отвечает двум критериям. Не работает и ему старше 80. Тогда фиксированная выплата в 6,5 тысяч будет проиндексирована автоматически. Обещают, что увеличится в разы. Водителям с октября разрешили показывать электронные водительские удостоверения. Пока в тестовом формате. Проверяют работу сервиса госуслуги авто. А при продаже машины можно будет не расторгать договор ОСАГО. Также речь идет об обмене и дарении авто. Только страховую компанию нужно известить о смене собственника. Большие изменения ждут банковский сектор. Главный из них – ограничение онлайн-операций. Так можно будет защититься от мошенников. Клиент сам сможет ограничить максимальную сумму для переводов или установить лимит на определенный период времени. Для этого достаточно написать заявление в свое кредитное учреждение. Сам же банк, в свою очередь, тоже встанет на защиту клиентов. С октября он будет идентифицировать все устройства, с которых совершаются онлайн-операции. Для этого будет необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона. Мораторий о банкротстве отменят. Его вводили дважды – из-за антиковидных ограничений и после введенных в отношении России санкций. Теперь этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке предпринимателями. Коснется изменения законодательства и военных. Конкретно речь пойдет о 151-й статье Уголовного кодекса. Например, усиление уголовной ответственности военнослужащих за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации или военного положения, за добровольную сдачу в плен и мародерство и так далее. Зато при заключении контракта в СРФ можно получить гражданство в упрощенном порядке. Изменения коснутся и школьников. Появится так называемый «золотой стандарт знаний». Это единая общеобразовательная программа, которую должны освоить школьники. Утвердят их до 1 января. Начнут по ним работать с нового учебного года в 23-м. Санаторий Солочи 30 сентября отмечает вековой юбилей. Уникальное расположение в Сосновом лесу, традицию умиротворения и вместе с тем развитие внугу со временем. Секрет этого места, куда стремятся попасть люди с разных концов страны. Водные процедуры любимы не только за их пользу, но и за приятное ощущение отдыха, расслабления, за то, что вода позволяет отбросить лишние мысли и полностью забирает негатив. Как эмоциональный, так и физический. Здесь, в санатории Солочи, целый ряд водных процедур. Гордость новинка – солодковая ванна. Это очень редкие ванны. Они отпускаются всего в нескольких санаториях Российской Федерации. Обладают очень хорошим действием на иммунную систему. Работают по бронхолегочной системе. Стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. И также воздействуют на кожные рецепторы. После принятия этой процедуры кожа становится бархатной. Процедуру проводят в том числе детям. Удивительно эффективное воздействие замечают пациенты уже после одного курса из пяти процедур. Ванна Атлант принимается под руководством мануального терапевта, который с помощью нее убирает мышечные зажимы и другие неприятные ощущения. Очень часто сдавливают позвонки, корешки спинного мозга, за счет чего появляется болевой эффект. Это в ногах, в пояснице, в грудном отделе, в шейном. Вот придумали такую ванну, где идет расслабление мускулатуры. В ней также можно сделать предварительно гидромассаж. Врач выбирает программу, выставляет вес и растягивает позвонки. Гидромассажная ванная есть и как отдельная процедура. Делается общий массаж с погружением полностью в воде. Делается с помощью напора воды, который идет из шланга под водой. Массаж общий, тело расслабляется. Струя воды дает более глубокое, чем руки. Ощущения очень приятные, всем очень нравятся. Еще одна гордость санатория – грязевые ванны. Причем здесь есть два вида грязи с различным воздействием на организм. Сакские грязи – это уникальные грязи. Это первое месторождение, которое было открыто в 1828 году. Они относятся к сульфидно-иловым грязям. Это из соленых морских водоемов. Чем они богаты? Серые, естественно, сульфидами. За счет этого идет вот это действие на опорно-двигательную систему, на нервную систему. И эти грязи мы привозим с Сакс, Крыма. Сапожковские грязи – немножко другие. Одни относятся к торфяным грязям. Это ультракислые грязи, аналог францинбанского торфа. Таких месторождений на земном шаре очень мало. Вот в Германии есть такое месторождение и у нас в Рязанской области. Восстанавливают нервную ткань, работают по опорно-двигательной системе, снимают воспаление суставов, позвоночника. Работают по женскому здоровью, по бесплодию, по псориазу, по кожным заболеваниям. Поэтому спектр очень большой. Прежде чем назначить то или иное воздействие, пациент осматривает опытный врач. В санатории широкий спектр оздоровительных программ. Опорно-двигательные системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, прежде всего диабет. Из нового – профессиональные заболевания, связанные с воздействием производственных факторов. И постковидное восстановление. Жизнь нас заставила этим заниматься. Это последствия ковидной инфекции. То есть таких пациентов много. Они едут из разных регионов. И осложнение там реально действительно есть. Потому что прежде всего поражаются, конечно, легкие, венозные системы. Мы разработали несколько таких программ, которые способствуют реабилитации этих пациентов после перенесенной инфекции. Демократичная ценовая политика, постоянное обновление базы, аппаратный, методический и комплекс лечебных факторов, косметологии лица и тела – все это существенные плюсы. И, конечно, уникальный ландшафт Солодчи, сосновый лес и берег реки, соседство с монастырем и легкая транспортная доступность. Все эти факторы становятся решающими при выборе места отдыха людьми из дальних регионов. Мы уже здесь третий раз. Вроде бы то мы по одной программе лечились от одного. В одной программе лечились, да, теперь по другой программе. Программ очень много, выбирать можно любую. И здесь воздух. Какой же здесь воздух? Это прям дышится очень легко. Потом очень много процедур. Уважительные врачи, уважительные медсестры. Уборка в номерах тоже. Идется постоянно, все меняется, все очень хорошо. Нам очень здесь нравится. У меня где-то с 94-го года проблема с спиной. Но вот я проезжаю полгода, я хожу изумительно. Ну, здесь там пашу на огороде, ковыряю, хоть бы здесь и сидели бы по месяцу жили. Выбор на санатории выпал однажды случайно. И вот семья Тарыгиных уже в третий раз здесь. И явно не в последний. Их очередная мечта побывать здесь зимой. Самое время позаботиться о путевке на новогодние праздники. Для отдыхающих уже готовится праздничная программа, новогодние рождественские банкеты. На территории будет работать каток и прокат коньков. Для тех, кто приедет с детьми, тоже радостная новость. Пока вы будете отдыхать, с ребятами посидит опытный воспитатель. Сразу с двумя командами, практически с идентичным названием «Сахалин» и «Сахалинец» сыграли в чемпионате страны футболисты Рязани. Болельщики вправе были ожидать высокую результативность, и она отчасти получилась. Матчи с двумя командами с одним корнем в названии «Сахалин» у рязанских футболистов всегда получаются веселыми. Первый из соперников – явный аутсайдер группы. В гостевом матче первого круга подопечные Дмитрия Сережкина шансов южно-сахалинцам не оставили, забив три безответных мяча. Второй – «Сахалинец» – клуб московский, и с ним был связан судейский скандал, но мы к нему еще вернемся. Что же касается «Сахалина», то с ним рязанцы начали с места в карьеру, и уже к 13-й минуте забили два мяча близнеца. Подача в штрафную, удар головой и вынимай. К сожалению, у нас как проблемы существовали, так и есть. То есть мы начинаем играть где-то с 15-20 минуты, когда даем фору уже сопернику, потом начинаем догонять. Игру в догонялке в первом тайме «Сахалин» все-таки выиграл, и буквально в течение 20 минут счет сравнял. А вот на гол Ислама Евлоева во втором тайме гости ответить не смогли. В итоге 3-2 в пользу Рязани. Сейчас будем разбираться, чем это связано. То ли расслабились, что легко удалось забить два гола, думали, что сейчас так же все будет, а раз-раз и где-то там не досмотрели. 2-2. Я благодарен ребятам, они выходили с настроем, хоть и команда «Сахалин» на последнем месте, но в любом случае все хотели добиться положительного результата. Удалось. А вот следующий соперник, «Сахалинец» из Подмосковья, ответную встречу с рязанцами ждал с нескрываемым нетерпением. Матч первого круга в Рязани обернулся судейским скандалом и дисквалификация основателя «Сахалинца» Михаила Литвина на полтора года. Хозяева очень хотели доказать, что в прошлый раз проиграли по ошибке и с первых минут обрушили шквал атак на ворота Никиты Яновича. На 18-й минуте подмосковные футболисты открыли счет, Рубцов красиво закрутил мяч в девятку, во втором тайме рязанцы перехватили инициативу и поймали хозяев на ошибке 1-1, а затем их голкипер, что называется, включил режим ДХА. Никита Янович порой вытаскивал просто немыслимые мячи, а на 79-й минуте не дал себя пробить с точки. В итоге ничья 1-1, которая никого на самом деле не устроила. После нее Рязань уступила шестую строчку в таблице, впрочем, борьба здесь еще в самом разгаре. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.